Массовое заболевание ульяновских суворовцев не могло остаться без гимания главного военного следственного управления. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Напомним, в конце января после плановой флюорографии у курсантов нашли паразитов в легких. Диагноз «эхинококос» подтвердился у 26 воспитанников. Сейчас военные следователи отрабатывают все возможные версии того, как суворовцы подхватили паразитов. Последняя информация по случившемуся была озвучена вчера вечером на заседании общественной палаты в присутствии родителей пострадавших и депутатов парламента. «На данный момент 26 человек – это цифра точная на сегодня. Вероятнее всего число увеличится». Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и проходит амбулаторное лечение. Обследование остальных суворовцев и преподавателей завершится уже завтра. Срок лечения хинококоза индивидуален – минимальные три месяца. «Вот на данном этапе мы можем говорить об исходах как благополучных, потому что мы успели поймать развитие этой болезни на самом начальном этапе. Поэтому надеемся, что все будет хорошо, лечение будет проведено. Оно не дешевое, дорогостоящее, но все расходы Министерства обороны по лечению берет на себя». Сами родители отметили, что в училище постоянно проводятся родительские собрания, где специалисты готовы ответить на вопросы. Тем не менее, для родителей работает горячая линия, где они могут задать интересующие вопросы. Номер 8 495 693 66 96.